всем привет привет с вами Аня и вы на канале Ньюта Хендмейт это видео я хочу посвятить своим покупкам которые я совершила примерно где-то за полгода хоть видео и называется так немножко провокационно вы думаете что будет много покупок но на самом деле вот я сейчас смотрю это совсем небольшая стопочка но на мой взгляд здесь такое все вкусненькое интересненькое для меня поэтому желаю вам приятного просмотра давайте смотреть для начала хочу показать вам кружку которую я приобрела в группе вконтакте я оставлю ссылку потому что не помню название группы по моему примитивы или как-то так называется давненько я уже ее купила активно ей пользуюсь вот такая вот кружечка с элементами сэмплера там по-моему три вида представлено было я выбрала именно вот такой вот дизайн скажем так кружка получилась очень атмосферная поднимает настроение мне вдохновляет вот и если кто будет заказывать я не знаю сейчас они продаются или нет но когда я заказывал я думала что покупаю из наличия но по факту получилось что ждала я где-то три недели поэтому если кто-то будет заказывать то имейте это ввиду такая вот кружечка замечательная так и основные покупочки вышивальные были совершены я созрела наконец-то насмотрелась у девчонок и созрела на закупку сделать закупку поучаствовать закупки сайта 123 stitch вот поэтому давайте смотреть что же ко мне пришло впечатление о закупках наверное пока я ничего больше заказывать не буду ну во первых вроде бы у меня все есть вот а во вторых ну очень долго ждать очень долго настолько долго что он даже забываешь что ты там заказал вот давайте по порядку смотреть первая схемка я конечно же на 123 заказывал основном сэмплеры схемы сэмплеров это то что у нас сейчас не купить вот такой вот сэмплер немножко бликует это лила studio вот такой вот виноградный сэмплер он небольшой но мне очень очень понравилось понравился и текст и понравилась корзинка и две виноградные такие лозы я неравнодушна к дизайнам к сэмплерам где есть виноград всегда меня это привлекает мое внимание цепляет и я решила купить вот эту схемку и купила ее вместе с паком до разорилась думаю хватит вышивать по под ну подбором потому что этот но когда ты там прям нравится в кайф да скажем так а иногда хочется взять все по ключу и сесть и начать вышивать вот я решила сделать себе такой подарок и заказать заказала все ниточки по ключу по-моему здесь идет у нас ключ в dmc и вот в нитках classic color vox все ниточки я заказала покажу вам цветовую гамму надо было что-то наверное взять белое но в принципе вот на светлом фотофоне я думаю что вы можете разглядеть эти ниточки когда я их открыла этот пакет я немножко расстроилась почему потому что ожидала я довольно активные переходы думала что будет интересная ниточка что меня еще сподвигло бы заказать нитки по ключу мой извините виноград вот я думала что будет какая-то красивая ниточка вот именно с переходом до виноград и сами листочки вот здесь конечно же в букете но птицы здесь маленькие здесь ну чуть может быть в птицах будет переход но по факту переходы очень очень слабые и в зависимости от того какую основу я возьму если посветлее возьму конечно что-то будет видно а если чуть темнее то я думаю что ничего вообще не видно будет абсолютно поэтому если кто захочет тоже вышивать эту схемку берите нитки в dmc смело и я думаю что будет не хуже это ближайший старт но ближайший я думаю что в течение лета я его начну потому что дизайн небольшой открывать не буду а вот я вам набрала я вам набрала здесь нет конверсии в dmc здесь нет но есть таблицы же да с конверсией так что я думаю это будет не проблема вот всего лишь 180 на 120 крестиков в принципе он небольшой такой дизайн так что вот такая красота у меня теперь тоже есть буду вышивать дальше дальше я решила заказать просто схемку ну решила попробовать была такая недорогая схемка от шефер от шепард буш и я решила ее заказать просто знаете не то что даже дизайн мне понравился принципе он довольно миленький я хотела попробовать вообще попробовать что это такое подержать в руках покрутить повертеть вот их схемку и еще второй момент почему я заказала здесь ключ в dmc в принципе довольно такая миленькая панелька я думаю что я ее вышью вышью может быть даже какие-то оттенки нити dmc заменю на ниточку с переходом или шелк чтобы поинтереснее было а так в принципе такой интересный здесь пришивных элементов нет здесь только бисер по ключу идет так что покупочка это вот такой вот сэмплер от розовый мэнер дизайнер карен клуба моя любимая как только он появился в новинках где-то наверное больше года назад я до сих пор и его хотела я сразу же хотела его приобрести но не получилось сразу приобрести откладывала покупка потом уже по не по понятным причинам так и не купила но вот наконец-то он у меня мне очень нравится как оформленная буклетом дизайны от розов мэнер это очень добротная бумага четкие крупно четкая крупная схема всегда вот какой-то дополнительный еще сюжетик всегда дается в этом буклете для вышивки так что мне очень не нравится здесь дизайн получается 189 на 317 крестиков он не маленький я думала что он меньше но он прям вообще совсем не маленький и я его заказала еще из-за того что здесь весь ключ идет в нитках dmc то есть при желании я что-то могу заменить на ручное окрашивание но ориентир основной ориентир вот того что мы видим на превью да это ниточки dmc вот и мне очень поближе поднесу очень нравится вот эти цапли это же цапли да то наверное это цапли вот именно из-за них или это аисты в общем напишите кто разбирается именно из-за них я совершила эту покупку и когда увидела размер этого сэмплера сразу подумала как бы мне его уменьшить потому что во первых мне не очень нравится алфавит в центре он такой немножко ну есть красивый алфавита а это довольно такой топорный да ну на мой взгляд вот поэтому мне бы хотелось например вышить вот этот элемент с птичками и возможно по бокам вот обрамить вот этими веточками вот этими растениями в кашпо красивых вазочках по бокам ну а сверху уже вот этим вот бордюрчиком можно ну как-нибудь поиграться принципе можно вот ну алфавит мне совсем не хочется вышивать такой он еще каким-то черным цветом ну не очень вот так что очень рада что наконец-то эта съемка тоже у меня есть дальше дальше еще одна схема будет от rosewood мэна это не новинка это старинка классика даже уже можно сказать тоже дизайнер каран клуба вдохновила меня на покупку вот конкретно этого дизайна юля с юля мартыненко привет тебе она приобрела все четыре сезона и я что-то так вдохновилась и не действительно на мой взгляд прекрасные эти дизайны решила купить только один принцип потому что я не серийная вышивальщица я из всей серии всегда как выбираю для себя что-то одно и я вышиваю решила купить в такой вот весенний дизайн понравилось мне именно вот эта горка вот и овечки тут надеюсь вам видно да маленькие овечки на этом холмике сидят мне кажется очень даже забавно и по моему он тоже не маленький сейчас я посмотрю да он не маленький сто восемьдесят ой сто девяносто восемь на двести пятьдесят восемь крестиков да не маленький не маленький можно вышивать в ниточках гимси но в основном идет нитки соли вам да ну ладно разберемся уже по ходу дела это не не на ближайшие планы просто мне тоже захотелось такой вот такую панельку иметь у себя такую схемку и пусть лежит для вдохновения возможно когда-нибудь я ее начну потому что действительно ну очень-очень нравится так и закупок почти все осталось у меня только одна один сэмплер вам показать очень необычный как по мне это вот такой вот сэмплер от gg r bridge power правильно я читаю 1840 год его вообще я его вижу крайне мало немножко я его вижу иногда в instagram бывает по хэштегу если находится но я его не вижу у девчонок не в покупках нигде потому что действительно когда я увидела его на сайте я давно его положила сюда в корзину он для меня был неоднозначный потому что превью вот оно вот все такое немножко размытая нечеткая непонятно что здесь но для меня это четко читается огромный букет огромный букет да и вот это вот арка вот эта вся история я думаю что это на религиозную тему сэмплер потому что здесь я вижу здесь это алтарь это жертвенник свечи и я думаю что мои предположения что этот сэмплер посвящен или имеет отношение к таинству евхаристии я не нашла никакой дополнительной информации я думаю закажу этот сэмплер и возможно там что-то будет про него подробнее хотя бы описано рассказано что-то как но когда он ко мне пришел во первых сейчас я вам его покажу я расстроилась потому что это это распечатанные листы просто на обычной бумаге вот такие вот распечатка схемы вот куча куча листов вот она так здесь картонка но вот вот видите какая кипа да ну ладно кипа это как бы от размера схемы зависит вот если ключ взять то здесь получается он тоже не маленький этот сэмплер 232 на 338 крестиков не маленький он да получается но еще какой то же плюс то что нитки весь ключ есть ниточка в дмс я и буду вышивать тоже в дмс вот но никакой дополнительной информации что это за вышивка кто это вышивал какие были мысли у этой вышивальщицы ну на какую тему хотя бы никакой информации но я думаю что я правильно предполагаю потому что как бы все символы все атрибуты этого сэмплера именно напоминают таинство евхаристии потому что здесь действительно выглядит как жертвенник свечи и здесь аппетитом здесь не видно на превью я посмотрела схему аппетитом вышитой грозди винограда так что я прямо вот ассоциирую его я думаю что у меня правильная ассоциация вот если кто тоже в курсе вы обязательно напишите мне но вот единственная расстроилась то что здесь просто распечатанные листы ну ладно что делать буду я заказывать скорее всего перри набор потому что она мне не хочется стыковать все эти листы я обязательно ошибусь 150 раз тем более здесь есть аппетитные элементы так что а диспетитных элементов по моему вот грозди винограда и что-то в фоне насколько я помню ну ладно это уже когда я буду приступать к этому сэмплеру я поподробнее вам все расскажу но буду на перенабор в ближайшее время уже отправлять этот сэмплер и я думаю что стартану его в этом году обязательно потому что он очень очень желанный очень желанный все по поводу закупок с 1 2 3 стич это все маленькая столбочка дальше посмотрим уже покупки которые я совершила ну так текущий скажем так еще маленькую съемку вам покажу вот такой вот игольницы ну кто-то их видел наверное довольно популярные игольницы они разные разные есть по дизайном я его покупала эту схемку с рук давно хотела что-то такую игольницу вообще собрать мне было очень интересно но никакой дизайнер мне не западал в душу и когда я увидела эти домики я думаю обязательно мне надо почему потому что я же вышивала домики я вот не поленилась а принесла с собой картину сейчас я вам его краешком покажу ее просто вспомнили кто со мной давно вот такой вот сэмплер помните я вышивала с домиками конечно он не влезет в кадр но вы сейчас сразу поймете под огромным деревом а четыре домика вот боюсь задеть штатив но я думаю что понятно да какой работе идет речь этот сэмплер очень нежный люблю он висит у нас в прихожей и цепляет всегда взгляд кому интересно в предыдущих видео ну посмотрите там и начало работы и финиш есть поэтому конечно же мимо этих домиков я пройти уже не смогла обязательно буду вышивать я думаю ничего сложного самое сложное будет собрать эту игольницу разобраться как тут что сшивать аккуратно все сделать все гоняюсь за пинами какими-нибудь интересными от популярных компаний американских но никогда не успеваю забронировать ну а в закупке участвовать радио из трех пинов не хочется ну ладно когда-нибудь они у меня тоже появились следующая покупочка которая я свершила где-то зимой по моему совершенно случайно в одной из вышивальной группы и и показали что она есть в наличии я ее тут же забронировала думаю наверное опять я как всегда не успею в этих бронях мне не везет но книга была свободная и я ее выкупила даже вот не пожалела денег я ее выкупила потому что знаменитая французская книга по цветы дегуэна это вышивка создана по вдохновению по вдохновению вот именно посуды этот знаменитый с цветами но с розами в большинстве своем да и на основе вот этой знаменитой коллекции посуды сделана вышивка разработана вышивка немножко предыстории эту книгу я хотела очень давно я как только пришла на youtube канал марты светиковой жалко что марта сейчас не снимает но она показывала регулярно листалки заморских книг и вот одна из этих книг это вот именно цветы дегуэна на которые я облизывалась которую я искала я открыла тогда ebay для себя там этой книги не было в общем очень долгое время я ее искала и ее не было потом думаю ну буду вышивать по тем схемам что найду в интернете схемы были в ужасном качестве но я вышила три изделия сейчас вам тоже их покажу напомню кто со мной давно вы тоже вспомните их это прекрасные дизайны я листать подробно не буду сходите к марте я думаю что она видео свои наверное не закрыла открыто у нее все можно посмотреть вот как все это выглядит это так винтажно так деликатно вот посмотрите вот эта посуда знаменитая да и вышивочка сейчас вам чем покажу такое где нет схемы вот тоже две розы очень красивый подушка с тюльпанами в общем здесь красота вот цемплер вот этот знаменитый тоже но много кто вышивал свое время в общем книга изумительная это просто просто жемчужина в моей коллекции вышивальных книг вот еще там покажу одна из первых это два тюльпанчик которые я вышивала оформила вот в такую мягкую обложку для книги как видите до сих пор пользуюсь хотя наверное это вышивка впервые там я на льне вышивала смотрю и крестики кривые и перетянутые и оформление как вы можете видеть тюльпанчик срезался но тем не менее пользуюсь и пользуюсь и не выбрасываю никуда не деваю вот еще тоже розочка из этой же коллекции которая оформилась у меня в такую маленькую сумочку летнюю этой сумке уже тоже сто лет но вот так получается что я каждый год ее порываюсь куда нибудь убрать уже но каждый год пользуюсь так или иначе все равно хоть несколько раз ее беру с собой и надо сказать что привлекает внимание самое главное на очень удобное оказалось сюда отлично телефончик влезает и принципе кошелек красота и еще один сюжет я тоже вышивала тоже розы это по-моему 25 каунт не помню основа как называется тоже давно давно вышивала и оформила в грелку на френч пресс вот тоже нашла ее постирала отгладила она простегана буду пользоваться потому что на тот френч пресс который есть у нас сейчас она по размеру вообще отлично подходит так что я ее уберу сейчас на кухню она вот из всех трех изделий последняя по моему сшито было и уже качество шитья здесь мне все нравится даже вот как бечка подшито так что буду с удовольствием ею пользоваться вот видите какое у меня было огромное желание вышивать по этой книге а схем не было книги книгу точнее я не могла купить а схемки в даже плохом качестве все равно все равно вышивала с удовольствием так что вот обожательная такая книга еще из вышивальных покупок у меня в принципе остался вам показать один набор и дальше вам покажу тоже книгу но уже по петчворку поэтому давайте посмотрим наборчик который ко мне приехал буквально недавно это лошади у источника dimensions gold коллекция и это американец покупала его с рук вообще созрела на покупку этих лошадей давно смотрела он же был в перевыпуске какое-то время поэтому он висел так спокойно на маркетплейсах думаю ну ладно я потом куплю потом потом в итоге когда я собралась покупать его нигде нет с рук тоже его почему-то не продают из своих запасов но перевыпуск я имею ввиду и наткнулась я на американца чуть-чуть он дороже стоил чем перевыпуск но я не пожалела денег и купила этот набор потому что потому что это идеальная идеальная идеальный сюжет для меня и по цветовой гамме и сколько я раз его видела в отшиве тут невероятный свет от солнца от как солнышко отражается в воде такая гармония идиллия в общем очень здоровский наборчик ко мне пришел вот таком вот состоянии но здесь все целом поэтому наверное поэтому он продавался не так дорого как обычно продаются раритеты американские от dimensions но это меня не расстроило потому что я посмотрела комплектацию здесь все в принципе все в принципе на месте и давайте посмотрим что ли быстренько заглянем раз уж тут так упаковка открыта этот наборчик 2006 года в принципе не такой уж и старенький но я впервые открыла американский набор до dimensions один наборчик у меня есть это стул знаменитый тоже стул из простой серии но там упаковано очень плотно поэтому там если откроешь уже не закроешь он так и лежит у меня запечатанный а здесь как бы раз уж все открыто то в принципе почему бы и не посмотреть не заглянуть внутрь что касается канвы канва здесь идет 18 каунта немножко такая желтоватая есть даже видите грязноватые заломчики но не знаю может быть я ее сполосну перед отшивом а нет не буду я исполаскивать я ее просто на другую сторону возьму здесь все чистенько но это просто следы времени я думаю и многие хвалят канву да в американских наборах я могу сказать что да действительно она очень мягенькая тактильно приятно очень приятно и съемка меня тоже удивила я первый раз такое и видела то что она не на двух листах как сейчас димашин сделает мне не буду разворачивать она прям огромным большим листом и ниточки вот у девушки уже часть ниточек была разобрана она мне вот говорила об этом и часть не так нет этого 33 пучка один пучок видимо она разобрала и осталось вот три пучка не разобранных ниток цветовая гамма очень спокойная приятная много зелени много коричневых оттенков кстати вот эта нитка откуда она сейчас увидела интересно что это за нитка такая розовая интересно она и по толщине посмотрите какая надеюсь все ниточки правильно здесь положены надо будет сейчас посмотреть хотя бы быстренько пробежаться по оттенкам что это за нитка такая даже я засомневалась ну ладно надеюсь все здесь правильно я еще все перепроверю но очень очень рада вот этой вот покупки очень рада давно я их хотела и много лошадок да в принципе есть у дименшинс но именно этот сюжет он мой красота из вышивальных покупок это все дальше покажу вам немножко петчворк вот такая вот книжка на книжку я приобрела это магия японского петчворка дизайна йока сайта 30 стильных квилтов что могу сказать по этой книги тоже я сильно листать не буду просто вот так вот вам пробежимся по картинкам быстренько для ознакомления и могу сказать что классная книга я не пожалела что я купила тоже покупала она была полностью запечатана ее нельзя было полистать но очень интересные дизайны как-то сумочка вот которая на обложке и вообще тут кошелечки сумочки и и все вот именно ткани да все цветовые цветовое решение подборка тканей вот именно от этой йога это узнаваемо всегда вот поэтому много много идей для вдохновения конечно же здесь есть листы со выкройками что очень удобно и половину книгу занимает уже техническая часть принципе я почитала техническая часть достаточно подробно описано поэтому в коллекцию я всегда стараюсь покупать если что-то выходит на русском языке по японскому почерку стараюсь покупать потому что это книги всегда для вдохновения для каких-то идей проектов очень здоровски довольно такой покупочкой и последняя покупка шаблон от стеганого цветочка вообще впервые покупаю этот шаблон белоскутного шитья но давно хотелось мне попробовать вот эти свадебные кольца их несколько вариантов у меня вот именно такой куплен и смотрю я вот на салфетки такого плана но как бы самой расчертить в принципе можно но думаю что будет очень замороченной и велик риск какой-нибудь ошибки при сборке поэтому решила заказать именно шаблоном никогда не сшила еще от стеганого цветочка ничего здесь вот такие готовые шаблончики только бери в принципе он нарезай ткань и и сшивай посмотрим что у меня получится это тоже не на ближайшие планы потому что это просто в коллекцию когда я созрели для какого-нибудь проекта я думаю что он будет такой трудозатратный это не быстрые какой-то квадратики сшивать вот поэтому здесь надо конечно подготовиться настроиться подобрать ткани и что-нибудь попробовать смастерить почему нет из покупок я вроде вам все показала рассказала вот будут ли еще покупки ну наверное будут а куда без них это все равно уже какая-то зависимость что-нибудь хоть какую-нибудь мелочевку себе приобрести вот на этом я думаю все видео буду завершать всем спасибо большое за внимание пишите как вам мои покупочки что понравилось что не понравилось поэтому очень буду рада обратной связи до скорых встреч пока пока